МАЛЕНЬКИЕ МЕЧСТАТЕЛИ Я сказала средний, потому что название серии подростков, Битвин, это игра слов и означает между. Над артом куколки красуется значок первой серии. А это значит, что создатели планируют порадовать нас в будущем новыми куколками этого формата. Надеюсь, что серия все-таки получит свое продолжение, а не закроется сразу же, как это было с куколами Джей Кей. Помимо самой куколки, внутри прячутся еще 15 сюрпризов, а комнатка представляет собой спальню с откидной кроваткой. На заднике мы видим всех четырех куколок из этой первой серии. Это Хопс Кью Ти, Наша Черри, Фэнси Герл и ее противоположность Фрэшес. Мы, кстати, с дочкой планировали прикупить Фрэшес, но, к сожалению, на момент покупки в магазине Пинапшоп всех мальвинок разобрали. Продавец убедила меня, что вишенка не оставит нас равнодушными, и оказалась права. Ниже есть послание от кукол. Я нахожусь где-то посередине, но это именно то место, где я хочу быть. Даже визуально коробка этих малышек намного меньше, чем коробочка стандартных ОМГ. Я вам в этом обзоре покажу все аксессуары и одежду куколки, прошивку волос, артикуляцию тела и, конечно же, сравню ее с куколкой ОМГ. Но перед тем, как мы начнем обзор, я вас хочу попросить подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, если вы, конечно, этого еще не сделали. Так вы будете получать оповещение о новых видео и сможете участвовать в конкурсах, которые я провожу для подписчиков. Ну а в конце этого видео я приготовила для вас новый конкурс. На коробке сбоку был маленький блистер. Я его отрезала и теперь мы сможем взглянуть на куколку, потянув за вот этот язычок. Милаха, не правда ли? Она такая малюсенькая и очень яркая. А глазки, как у котика из Шрека. Комната куклы розового цвета. На стене висят часы в виде котика. На полках две раритетные фотокамеры. На полочке пониже стоит полароид. И еще одна фотокамера Лейка. Отсюда можно сделать вывод, что наша куколка начинающий фотограф. Инструкция стандартная и в ней ничего интересного нет. Это все, что было в комплекте с куколкой. И начнем мы с подставки. Она у черри нежно-розового цвета. И на подставке промолдирован логотип серии Between. У меня есть все четыре вида подставок, которые шли в комплекте с куклами OMG. Белая обновленная и широкая. По периметру у нее шипы. Синяя стандартная от старых серий кукол. Черная из новых серий. И она по размеру схожа с белой, но без шипов. А вот подиум у Твинов очень схож по размеру со старыми подставками. Палка-держатель у подставок OMG по длине стандартная для всех серий. А вот у Твинов она просто малюсенькая. И к тому же не имеет ограничителя посередине. Но в комплекте идут два крепежа разной ширины. С куклой шел журнал. И это не что иное, как блокнот для записи. В этой коробочке, я полагаю, лежит обувь. Обидно, конечно, что она не пластиковая, как у больших OMG. И в процессе игры она помнется и порвется. Размер обуви у малышек, соответственно, меньше. И никаких секретных посланий под штрих-кодом у них нет. Вот так выглядят ее туфельки. Они бело-розового цвета и в стиле ретро. На них промолдированы белые завязки с бантиками. А на каблуке, если присмотреться, можно разглядеть леопардовый принт. Вот для сравнения размер обуви стандартной OMG. Следующая коробочка. Она похожа на маленький чемоданчик. Внутри лежали аксессуары. Это ретро очки с белой оправой. На стеклах принт такой же, как и на каблуках. И по размеру они немножко меньше, чем очки OMG. Красная расческа гребешок с блестками. Широкий браслет. Ожерели чокер с вишенкой. Серьги с вишенкой. И еще один браслет. Здесь по классике жанра должна быть сумочка. Но нет. Это сверток с одеждой. Внутри была куртка-бомбер. Ткань хэбэшка с рисунком панджинсу. Рукава пошиты из белой плотной эко-кожи. Слева на груди рисунок игральных костей. Имитация молнии. Черно-белый манжет по низу и на рукавах. А сзади красивая прорезиненная наклейка с вишенками и фотоаппаратом. Есть еще такая коробочка. С одной стороны это кровать, а с другой шкаф. Смотрится это вот так. А в изголовье можно поставить вот эти маленькие коробочки. Здесь имеются выдвижные ящики. Вернее один. И там что-то есть. А это у нас сумочка. Такая интересная. Сделана в виде игральной кости. Кстати, на сережках у куклы тоже прозрачные игральные кости. У сумочки прозрачная ручка и ее можно открыть. Ну а теперь рассмотрим саму куколку. У нее очень красивый и яркий наряд. Он состоит из трикотажного топика и штанишек, напоминающих бриджи. Ткань мягкий, гладкий трикотаж. Топ очень детализированный. На груди имитация пуговиц. Лямки пошиты из белого лакового материала. И даже есть маленькие пряжки. На штанишках также пояс из лакового материала. И по центру круглая пряжка. Имитация кармана по бокам. Низ обработан совсем же лаковым материалом. Ну а носочки пошиты из мягкого сетчатого материала. С ажурным кружевом поверху. Топ и штаны сзади на липучке. И трусики у куклы розового цвета. Макияж. У куклы новая рисовка. Нижних ресничек теперь побольше. А похожие дугообразные тени были у Мунлайт. Глаза кария. Под ними заметна россыпь мелких веснушек. Помада розовая и виднеются белые зубки. Ближе к ушам у куклы прорисованы мелкие завитки. У куклы бордово-розовые волосы, собранные в хвост. Они сильно залаченные и визуально их много. У висков виднеются мелкие косички. И я естественно волосы распустила и буду их мыть. Но перед этим советую закрепить концы косичек. Чтобы они в процессе мытья не распустились. Как это сделать я показывала в видео с Ханни Лишес. Иными словами вы просто делаете капсулу из термоклея на концах. Ее не видно и на волосах она выглядит вот так. Я очень долго и тщательно промывала кукле волосы. И как видите ни одна закрепленная мною косичка при этом не пострадала. Волосы кстати кукляхи длиннющие. Но при этом плешивые. Я очень надеялась взять на промо фото, что у нее будет много волос. Именно по этой причине я передумала покупать фэнси. Так как на первых слитых фото у куклы я приметила скудную прошивку. Но на прошивку черри тоже без слез не взглянешь. Они потом конечно распушатся. Но все-таки хотелось бы, чтобы волосиков было больше. Кстати, я совсем недавно перезаплела прическу нашей спирит. И решила в этом видео показать ее прошивку. У куклы на удивление оказались очень густые и мягкие волосы. А я наоборот думала, что она плешивая. Ну а теперь давайте сравним куклях. Рост стандартной ОМГ 23 см. У Твина 16 см. А у Пупсики ростом 10 см. Скинтон у куклы загорелый, как у Дивы. Тельце визуально почти такое же, как у Лол ОМГ. Ножки также гнутся на два щелчка. Пластик тяжелый. Руки имеют шарнир в плечах, кистях и локтях. Но тельце Твина более прямоугольное. Бедра не такие широкие, как у ОМГ. И грудь отсутствует. Ладошки резиновые, с маникюром. Напоминают уменьшенную версию ладошек ОМГ. Как собственно и пяточки. Молд лица более квадратный. И больше напоминает лица маленьких Пупсов Лол. И давайте же подведем итог. Из минусов. Скудная прошивка волос. Неудобная малюсенькая расческа. И картонные коробочки для аксессуаров вместо пластиковых. Но это уже мое личное мнение. Так как я считаю, что пластиковые коробочки более практичные и удобные в игре. В целом нам с дочкой куколка понравилось. Она яркая, она красивая, детализированная и ее приятно держать в руках. И мне уже не терпится шить что-нибудь на эту маляпуську. У меня уже даже есть несколько заказов на кигуруми для нее. Которые появятся у меня в наличии в сентябре. Кстати, по поводу кигуруми. Я хочу разыграть вот такого пушистика среди вас. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вы должны быть подписаны на наш канал. Поставить лайк под этим видео. И написать ниже, что вы участвуете. В каком городе живете и как нашли наш канал. Мне будет очень интересно почитать. Итоги я подведу 5 сентября. Спасибо всем за просмотр. И пока!